Здравствуйте! Понедельник, 18 января, и вы смотрите в привычное время программу Курсомского телевидения «Взгляд из Венсплса. События, люди, мнения» в студии Рита Болотская. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об очередном приобретении Венсплского музея, а также о том, кому положено пособие на уборку придомовых территорий, какие новшества грядут в наших образовательных учреждениях, и не только об этом. Оставайтесь с нами. В школах и детсадах Венсплса продолжается установка датчиков контроля микроклимата. С 2015 года Всемирная организация здравоохранения громко говорит о неблагоприятном качестве воздуха во многих детских образовательных учреждениях Европы. Если конкретно, в воздухе переизбыток углекислого газа и мало влажности. Температура тоже бывает несоответствующей. В результате снижается концентрация внимания и памяти. Дети начинают клевать носом, быстро устают. Кроме того, могут возникнуть кашель, резь в глазах, головная боль. Причем плохо становится не только детям, но и взрослым. Ученые называют это эффектом больного здания. Так вот, чтобы немедленно сообщать о проблемах с воздухом в помещениях, и существуют датчики контроля микроклимата. Самоуправление Венсплса заключило с одним из предприятий города договор об их поставках. Заключен договор о поставке датчиков микроклимата в детсады и школы. Приборы будут установлены во всех игровых комнатах, спальнях и залах детских садов. В общей сложности 192 датчика. Каждый следит за тремя показателями – СО2, влажность и температура. Как только происходит нарушение нормы, датчик подает сигнал. А наблюдать за приборами, за их исправностью и показателями будут медсестры учреждений и заместители руководителей по хозяйственной части. Все то же самое касается школ. В наших школах будут установлены 282 датчика микроклимата в учебных классах и залах. Сумма, в которую обошлось приобретение датчиков – 302 тысячи евро. Кстати, появление этих приборов логично влечет за собой и другое новшество, касающееся детсадов. Речь об установке внешних автоматических жалюзи на зданиях. Одновременно начинаем монтировать на детских садах, на юго-восточных и юго-западных фасадах зданий внешние автоматические жалюзи, чтобы не допускать перегрева помещений с мая по сентябрь. Иногда в жару помещение может разогреться до 30 градусов. И что тут сделаешь, если во все окна нещадно палит солнце? Этого не должно быть. Надо полагать, к маю жалюзи появятся. Будем сообщать о процессе их установки и о контроле за климатом в помещениях тоже. Уход за придомовыми территориями – обязанность владельцев домов. Все это знают, все стараются соответствовать. Особенно актуальным вопрос уборки становится в снегопады. И вот тут важно помнить – пожилые люди, а также инвалиды, которые не могут самостоятельно ухаживать за территорией общего пользования, прилегающей к дому, имеют возможность получить финансовую поддержку от самоуправления Венспилса для уборки этой территории. Получать пособие можно ежемесячно. Суммы варьируются в зависимости от цены, установленной поставщиком услуг, с которым заключила договор социальная служба. Чтобы получить пособие, нужно написать заявление в соцслужбу и предоставить справку от семейного врача о том, что здоровье действительно не позволяет заниматься уборкой территорий. Важны нюансы, от которых зависит назначение пособия или отказ. Во-первых, вопрос о детях и внуках. Если они есть и зарегистрированы в доме, пособия, скорее всего, не дадут. Во-вторых, размер доходов на каждого члена семьи в течение последних трех месяцев. Если доход больше 381 евро, пособия тоже не будет. Ну а если и доход меньше 381 евро, и дееспособных родственников рядом нет, пишите заявление в соцслужбу. Уточним, в исключительных случаях социальная служба может предоставить пособие на срок до шести месяцев лицам, которые не соответствуют ни одному из пунктов. В 2020 году пособия по уходу за территории, прилегающей к недвижимости, получили 15 человек. В общей сумме на это пошло больше 4,5 тысяч евро. А в 2021 году в муниципальном бюджете на это предусмотрено почти 6,5 тысяч евро. Очень скоро, в феврале, ученики и учителя Венспилской музыкальной средней школы смогут бесплатно прослушать две интересные онлайн-лекции, посвященные, разумеется, музыке, игре на скрипке. Вести лекции будет Айя Ретте, латвийская скрипачка родом из Тукумса, ныне живущая и работающая в Бостоне. Лекции состоятся 3 и 17 февраля. О том, чему они будут посвящены, расскажет сама Айя. Она записала видео специально для зрителей нашего телевидения. Темой первой лекции будет музыкальное образование в США, различия и сходства с музыкальным образованием в Латвии. Тема очень интересная, тем более, что я училась в нескольких разных странах. Сначала в Латвии, в Тукумской музыкальной школе, в музыкальной школе имени Эмиля Дардиня. Затем ездила на мастер-классы в Италию и другие страны Европы. Степень бакалавра я получила в Нидерландах, а степень магистра уже в Бостоне, в Америке. Так что я могу сравнить преподавания в разных странах. Думаю, будет интересно обсудить методики в деталях. А темой второй лекции станет американская классическая музыкальная культура сегодня. Что и как исполняют оркестры, как строятся концертные программы, какова сценическая культура, опять же, в сравнении с Латвией. Тем, кого интересует возможность получить высшее музыкальное образование в США, Айя Рейте расскажет о самых известных консерваториях и педагогах Америки, а также предоставит информацию о вступительных экзаменах. Но и это еще не все. С марта по июль раз в месяц, опять же, по интернету, в прямой трансляции, Айя Рейте будет проводить бесплатные мастер-классы для юных скрипачей. Воспитанники Венспилской музыкальной средней школы сыграют свой репертуар. Затем освоим новую программу. А в самом конце работы сделаем две записи, смонтируем их. В них также примут участие и мои воспитанники из Бостона. Получится такой интересный финальный проект. Во время мастер-классов можно будет задавать вопросы, потому что проходить они будут в прямой трансляции. Рада буду познакомиться со всеми школьниками и учителями. Очень жду нашей встречи. Этот проект стал возможен при финансовой поддержке посольства США в Латвии. Ссылки, по которым можно будет выйти на лекции и мастер-классы Айя Рейте, публикуются в Фейсбуке на странице Венспилской музыкальной средней школы. Новый год начался для Венспилского музея с приобретения исключительной важности. Жительница Венспилса Александра Смирнова передала музею необычную находку – наконечник бронзового копья длиной в 15 сантиметров. Как считают специалисты, этому предмету не менее 2500 лет. То есть наши предки сделали его и пользовались им в V веке до н.э., а может, еще раньше, в VII или VIII веке до н.э. – бронзовый век. Находка сама по себе факт замечательный, но в данном случае она имеет огромное историческое значение, потому что позволяет предположить, уже в V веке до н.э. на территории Венспилса было поселение людей. Вещь найдена на границе ныне существующих города и края. Что касается Венспилского края, ученые знали, что в период бронзового века там были поселения. Но вот то, что на территории Венспилса в этот период могли жить люди, об этом прежде мы говорить не могли. Александра Смирнова нашла бронзовый наконечник в декабре прошлого года. Собственно, тогда же она принесла находку в музей. Специалисты занялись изучением артефакта и лишь потом пришли к выводу о его значимости. Заметим, Венспилский край – рекордсмен Латвии по обнаружению древностей. Многие помнят сенсационную находку 2001 года в Сталдзене. Там был найден клад – 89 бронзовых предметов, датируемых VII веком до н.э. Во всей Латвии известно около 130 таких предметов. Из них 89 обнаружены у нас, в Сталдзене. Однако этот уникальный клад не свидетельствовал о постоянном проживании людей в наших местах. По мнению ученых, он был свидетельством краткосрочного пребывания в наших краях моряков из Швеции или Готланда. Правда, был еще найден наконечник бронзового копья на улице Остас-23. Его обнаружили в 2000 году при археологических раскопках. Тогда специалисты решили, что этот наконечник, скорее всего, из балластной зоны корабля. Из той земли и камней, которые формировали балласт. А сам корабль мог приплыть к нашим берегам откуда угодно. Свежая находка позволяет взглянуть на артефакт с улицы Остас по-иному. Тот предмет, который передала нам Александра Смирнова, он был найден далеко от порта, и он точно никак не связан с балластной землей. Возможно, эта вещь была потеряна людьми, но более вероятно, это захоронение. Такова самая убедительная версия. А это означает, что на территории нынешнего Венспилса жили, точнее сказать, могли жить люди в период бронзового века, найденному наконечнику как минимум 2500 лет. И сейчас, благодаря этой вещи, мы с осторожностью, но все-таки, можем говорить о том, что на территории нынешнего Венспилса уже как минимум 2500 лет назад жили люди. Спасибо за находку и за то, что столь ценная вещь теперь в коллекции нашего музея. Как видим, для Венспилского музея начало года стало весьма успешным. Пусть и продолжение будет не менее интересным. На этом сегодня все. Встретимся завтра, 19 января, в привычное время на канале Ре-ТВ. Центр непрерывного образования Венспилской высшей школы приглашает начать Новый год с новых знаний, а именно с изучения английского языка. Популярность английского неуклонно растет. Он давно стал языком международного общения. Его используют в бизнесе, торговле, повседневной жизни. Изучение английского не только откроет вам дверь в мир, но и предоставит доступ к широкому спектру информационных ресурсов в любой нужной вам области. Прямо сейчас, в январе, Центр непрерывного образования Венспилской высшей школы предлагает всем желающим приступить к изучению английского языка. Приглашаются и те, кто хотят учить язык с нуля, и те, кто владеют им на среднем уровне. Занятия в группах будут проходить в режиме онлайн с использованием платформы Zoom. Общий объем каждой программы – 60 академических часов. Для связи с Центром непрерывного образования Венспилской высшей школы используйте электронную почту meets.venta.lv Дополнительную информацию об изучении английского языка можно найти на сайте Венспилской высшей школы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok